МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Российские банки готовятся снижать доходность депозитов и накопительных счетов в физлиц вслед за решением ЦБ, который в пятницу опустил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5% годовых. Если год назад положить деньги в крупный банк можно было под 7-8%, то на середину июня средняя максимальная ставка в топ-10 кредитных организаций спикировала до 5%. В ближайшее время Абсолютбанк намерен опустить ставки по вкладам в рублях на полпроцентного пункта, сообщил управляющий директор банка Антон Павлов. В перспективе одного-двух месяцев они будут падать в пределах 1% пункта. Банки Открытия и Зенит тоже пересматривают ставки вкладов, рассказали их представители. Райфазен, Хоумкредит, Росбанк, Русский Стандарт планируют следить за конъюнктурой рынка, чтобы принять соответствующие меры. 19 июня Центробанк снизил ключевую ставку сразу на 1% пункт, чего не делал с 2015 года и вряд ли остановится на этом. Из-за радикального снижения ключевой ставки банкам тоже придется опускать ставки по вкладам, чтобы сохранить маржу. В перспективе средняя ставка по вкладам ТОП-10 по объему привлеченных средств населения будет двигаться к отметке 3% годовых. Это ниже, чем уровень инфляции, который ЦБ прогнозирует на конец года. С большой вероятностью уже в конце года реальная доходность вкладов станет отрицательной, предупреждают эксперты. То есть, рост цен будет съедать весь процентный доход. Низкие ставки нужны бюджету, который в мае потерял 70% нефтегазовых доходов. Значительный дефицит требует увеличения госдолга. А низкие ставки позволят привлекать новый долг на выгодных условиях. Снижение ставок затронет и кредиты. Но потребители и большая часть бизнеса останутся в стороне от праздника дешевых денег. На фоне падения доходов населения в мае банки на 44% сократили выдачу потребительских займов и на 62% кредитных карт, одновременно срезав лимиты по ним на 7%. Что касается корпоративных займов, то в первую очередь снижаются ставки по обеспеченным кредитам для качественных заемщиков. По необеспеченным кредитам для массового сегмента ставки не снижаются. По мере того, как депозиты становятся все менее доходными, россияне будут искать способы заработать на фондовом рынке. По итогам мая число уникальных брокерских счетов достигло 5 миллионов, а к концу года может выйти на планку в 7 миллионов, прогнозирует Промсвязьбанк. Но рынок акций нестабилен, что неприемлемо для консервативных сбережений, особенно пенсионеров и других слабо защищенных граждан. Действия Центробанка последнего времени в общем и целом ставят под большой вопрос одну из ключевых функций денег – деньги как средство сбережения. Краткосрочные номинальные ставки во всех основных валютах – около нуля. А доходность десятилетних гособлигаций США отрицательная, если в честь инфляцию. Это ставит под вопрос тему долгосрочных сбережений в финансовых инструментах, в частности пенсионных. Если 30 лет назад американский работник должен был откладывать примерно 15% своих доходов, чтобы через 30 лет получить 70% своей зарплаты в виде пенсии, в реальном выражении, и получать ее примерно 15 лет, то сейчас нужно будет откладывать втрое больше – около 40-45% зарплаты, часть из которых будет уничтожена отрицательными реальными ставками. Совсем недавно мы подсмеивались над Европой, где ставки по кредитам стали отрицательными. То есть банки доплачивали клиентам-заемщикам. Берешь в кредит, например, 1000 евро, а возвращаешь 950. Но у нас, слава богу, не Европа. Отрицательными станут только доходы по депозитам. То есть кладешь в банк деньги под 3% годовых, а инфляция – 10%. Получаешь выгоду в минус 7%. Так что, как в Европе, у нас не получится. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!